В битве рестораторов повар из Москвы Николай Сарычев не участвует. К самарским кулинарам он приехал с мастер-классом. Стейк из говядины с картофельным кремом, а на десерт панакота с облепиховым соусом. Его коронные номера. Но сам повар все же предпочитает простые русские блюда. Наверное, борщ все-таки. Потому что с залом, с черным хлебом, с луком, с чесноком, а еще полтинничек вообще будет отлично. Но это вечером, если. Поварской талант либо есть, либо нет, говорят мастера. Как ни крути, это зависит от внутреннего состояния человека и его настроения. Вот три фактора, которые влияют на вкус, цвет и текстуру. А пока кулинары соревнуются в гастрономическом конкурсе, власти делают свою работу. Между рестораторами и департаментом туризма было подписано соглашение, чтобы вместе создавать новые гастрономические бренды. Таких брендов должно появляться больше на территории региона. И, соответственно, жители других городов, они могут, уже приезжая в Самару, понимать, зачем они едут. Либо попробовать шоколад, либо попробовать какую-то интересную кухню, либо попробовать волжскую рыбу, либо попробовать помидоры сызранские, либо это может быть сыр из рождественного, то производство, которое открылось. Статистика показывает, что именно гастрономический туризм набирает обороты. И путешественники все чаще ассоциируют отдых в той или иной местности с едой, которую больше нигде не встретишь. Проверить, сработают ли бренды самарских вкусностей, планируют уже в следующем году, во время чемпионата мира по футболу. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.